Владимир Сутеев, ёлка. Посмотрели сегодня утром ребята на календарь, а там последний листок остался. Завтра Новый год. Завтра ёлка. Игрушки будут готовы, а вот ёлки нет. Решили ребята написать Деду Морозу письмо, чтобы он прислал ёлку из дремучего леса самую пушистую, самую красивую. Милый Дедушка Мороз, подари нам, пожалуйста, ёлку на Новый год, а игрушки мы сами сделаем. Письмо это отнесёт тебе вот такой снеговик. И подписали внизу ребята. И нарисовали снеговика. Написали ребята вот такое письмо и скорее побежали во двор снеговика лепить. Работали все дружно. Кто снег сгребал, кто шары катал. На голову снеговику старое ведро надели, глаза из угольков сделали, а вместо носа воткнули морковку. Хороший получился снеговик-почтовик. Дали ему ребята своё письмо и сказали. Снеговик, снеговик, Храбрый снежный почтовик, В тёмный лес пойдёшь и письмо снесёшь. Дед Мороз письмо получит. Найдёт в лесу ёлочку попушистее, получше в зелёных иголочках. Эту ёлку поскорей принеси для всех детей. Наступил вечер, ребята домой ушли, а снеговик и говорит. Задали мне задачу, куда мне идти теперь? Тяф, 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 возьми меня с собой! Вдруг сказал щенок Бобик. Я помогу тебе дорогу искать! Верно, вдвоём веселее! Обрадовался снеговик. Будешь меня с письмом охранять, Дорогу запоминать! Долго шли снеговик и Бобик, И, наконец, пришли в огромный дремучий лес. Выбежал навстречу им заяц. Где тут Дед Мороз живёт? Спрашивает его снеговик. А заяцу отвечать некогда, За ним леса гонится. А Бобик, тяф, тяф, и тоже за зайцем вдогонку, Опечалился снеговик. Видно, придётся мне дальше одному идти. Тут как раз метель поднялась, Завыл, закружил снежный буран, Задрожал снеговик и рассыпался. Остались на снегу только ведро, Письмо и морковка. Прибежала обратно лиса злая. Где тот, что помешал мне зайца догнать? Смотрит, никого нет. Только письмо на снегу лежит. Схватила письмо и убежала. Вернулся Бобик. Тяф, тяф, где снеговик? Нет снеговика. А в это время лису волк нагнал. «Что несёшь, кума?» Зарычал волк. «Давай делиться!» «Не хочу делиться, самой пригодится!» Сказала лиса и побежала. Волк за ней, А любопытная сорока за ними полетела. Плачет Бобик, а зайцы говорят ему. «Так тебе и надо! Не гоняй нас! Не трогай нас!» «Не буду пугать! Не буду гонять!» Сказал Бобик, а сам ещё громче заплакал. «Не плачь! Мы тебе поможем!» Сказали зайцы. «А мы зайцам поможем!» Сказали белки. Стали зайцы снеговика лепить, А белки им помогать. Лапками похлопывают, Хвостиками обмахивают. На голову ему опять ведро надели, Глаза из угольков сделали, А вместо носа воткнули морковку. «Спасибо!» Сказал снеговик. «Что вы меня опять слепили! А теперь помогите мне Деда Мороза найти!» Повели его к медведю. Медведь в берлоге спал, Еле его разбудили. Рассказал ему снеговик про то, Как послали его ребята с письмом к Деду Морозу. «Письмо!» Заревел медведь. «Где оно?» «Хватились!» «А письма-то и нет!» «Без письма вам Дед Мороз елку не даст!» Сказал медведь. «Лучше идите назад домой, А я вас из лесу провожу!» Вдруг откуда ни возьмись, Прилетела сорока трещит. «Вот письмо! Вот письмо!» И рассказала сорока, Как письмо нашла. Пошли все с письмом к Деду Морозу. Снеговик спешит, волнуется, То с горки скатится, То в яму провалится, То за пень зацепится. Хорошо медведь его выручал, А то бы опять рассыпался снеговик. «Вот, наконец, пришли к Деду Морозу!» Прочитал Дед Мороз письмо и сказал, «Что ж так поздно! Не успеешь ты снеговик принести ребятам Елку к Новому году!» Тут все за снеговика стали заступаться, Рассказали, что с ним было. Дед Мороз дал ему свои сани И помчался снеговик с ёлкой к ребятам. Медведь к себе домой пошёл Спать до самой весны. А утром снеговик стоял на прежнем месте, Только у него в руках Вместо письма была ёлка.